В этом году мы для себя запланировали поставить на производство задвижки 150-200, аналоги Чеховских задвижек, и вода, и пан. Обратные затворы, клапаны обратные, конденсата отводчики, клапаны регулирующие. Что касается клапанов и затворов обратных, там линейку мы полностью заполнили, то, что производил Сибэнергомаш. И ту номенклатуру, которую производил Таганрог, вы знаете, что в Таганроге арматурное производство тоже закрыто, они просто прекратили, решили, что достаточно арматурных предприятий в России, которые производят, для них это не основное направление. Поэтому вся номенклатура у нас полностью закрыта. На этот год расширение номенклатуры по обратным клапанам у нас не планируется. Что касается регулирующих клапанов типа 6С, это клапан поворотного типа, и по этому клапану тоже Сибэнергомаш практически был единственным его производителем. Основное назначение этого клапана – это работа на РОУ, как регулятор давления и расколе. По этим клапанам в последнее время мы получаем много вопросов. Потому что до настоящего времени очень много клапанов типа 6С идет, так скажем, подделкой, контрафактором. То есть есть бренд Сибэнергомашевский 6С, который имеет свои конструктивные особенности. И есть арматура, которая в очень большом количестве была изготовлена еще в советские времена. Особенно заводом, который расположен был в Тимиртау в Казахстане. Эта арматура была рассчитана на низкие параметры, до 16 кг, на низкую температуру. И конструктивные особенности там у нее были таковы, что седло в корпусе запрессовывалось. Сейчас, значит, эта арматура в гаражах, в мастерских, на предприятиях, где нету квалифицированных конструкторских кадров, которые глубоко разбираются в этой арматуре. Эти корпуса, значит, каким-то образом немножко дорабатывают, что-то там ржавчину убирают, и все это пускают в реализацию, маркируют, как клапаны 6С. Проектантам, видимо, потребители обращаются, говорят, вот у нас клапан 6С не работает, вы нам клапан 6С не заказываете, не вставляете там установки куда-то там и так далее. И вот мы уже в этом году с несколькими проектными институтами на эту тему общались, мы вроде бы пришли к единому мнению, это была Белоруссия, Украина, с Казахстаном, но по России, по-моему, вопросов не было. Так что вот есть такие моменты, что касается клапана типа 6С. Что является защитой от контрафакта? Ну, естественно, это главное, это есть номер, который у нас зарегистрирован, как каждое изделие имеет свою регистрированную иммунность, и на каждое изделие выдается паспорт. В паспорте у нас есть такая деструктивная наклейка, которую невозможно отклеить, заменить, и она номерная. И если, значит, у предприятия, у какого-то пользователя нашей арматуры есть сомнения в том, кем произведена эта арматура, он нам присылает этот паспорт, копию этого паспорта, ксерокопию, и мы всегда скажем, когда, где она у нас сделана, либо это полная подделка. Ну, другого-другого не дано. Я не знаю, может быть, где-то что-то еще придумали более действенное, но мы пока ограничивались вот этим действием. Так, следующее у нас идет, это импульсно-предохранительные устройства, это и главные предохранительные клапаны. Линейка вот этих вот клапанов типа 7С, выпускавшихся в Сиба-Энергомашин, у нас сохранена полностью, и полностью закрывается, и есть расширение. То есть сейчас, значит, у нас этот клапан 7С, клапаны выпускаются на рабочее давление до 45 кг сантиметров квадратных. Если Сиба-Энергомашин выпускал, значит, на условное давление КРУ-40 и на условное давление КРУ-25, то у нас появилось рабочее давление 45 кг, температура 450 кг. Значит, что это за клапаны и куда они идут? Это, опять же, было сделано с целью возможности замены целого ряда клапанов, выпускавшихся в Чеховском заводе на энергетическом машиностроении. Какие клапаны? Это, значит, 788-й клапан, 111-й клапан, 969-й и клапан 1203. Да, они имеют какие-то конструктивные, значительные, вернее, конструктивные отличия. Есть отличия там и по присоединению, есть там отличия и по направлению среды, так скажем. То есть компоновка, допустим, у них клапан проходной, а у нас угловой компоновки. Но, тем не менее, значит, мы и в каталоге это указываем, и в суде, значит, и на своем сайте говорим о том, что готовы принять участие в том, чтобы доработать конструкцию присоединительных элементов при необходимости для того, чтобы установить наш клапан. Потому что у многих потребителей возникают безвыходные, так скажем, ситуации, когда они не могут приобрести клапан, выпускавшийся, или с трудом выпускаемый Чеховским заводом энергетического машиностроения, вот, а по параметрам наши предохранительные клапаны перекрывают. Значит, кроме того, значит, вот в этом году, уже сейчас у нас конструкторы занимаются, готовят, значит, документацию по клапану аналогу чеховскому 1203. Это клапан 150 на 200, уголового типа, на давление, значит, по воде 231-373, и по пару, это 9,8-13,7 МПА на температуру 540-560. Это тоже остро сейчас востребованный клапан, насколько вы знаете, и вот этот клапан нами решено, значит, поставить на производство. Шумоглушитель. С каждым годом все больше возрастает потребность в шумоглушителях выхлопа пара про станцию. И вот мы уже четвертый год, с каждым годом наращиваем объемы, поставляем шумоглушители выхлопа пара. В каталоге имеется такая картинка, которая дает общее представление. Там тоже нету каких-либо характеристик, так как мы поставляем под конкретный заказ. Снижение шума до требуемых параметров по СНИПам, это 85 децибел. Уже подтверждено. Были здесь представители Омска. В Омске работают такие шумоглушители. Сейчас, значит, мы поставили на Улингой, да, Улингой, Нильтар, Скайотец. Значит, там параметры пара могут быть, как правило, выше не поставляли, пока не требовалось. До 140 атмосфер, температура пара до 570 градусов. Какие минусы все-таки в китайской арматуре очень часто предлагают нашим проектировщикам, нашим эксплуатационщикам китайскую арматуру? На вашем опыте, на примере, вы имели опыт испытывать такую арматуру? У нас был случай, что нам передавали на исследование китайские вентиля, ДУ-20 и ДУ-10, да, запорные вентиля, которые сделаны под Чехов. Собраны они были в России, а комплектующие все были китайские. Мы разрезали эти корпуса, исследовали и химию, исследовали и механику. Значит, отдельные элементы, надо сказать, сделаны неплохо. Но химия по металлу, что касается и ХМ-овского корпуса, что касается и штока запорного органа, нашим требованиям к нашей стадии, типа там 12ХМФ, К1МФ, которое записано в паспорте, кстати, в соответствии с нашим же ГОСТом, не соответствуют. Есть шток и наплавка, тоже не соответствуют. Хотя внешне, можно сказать, что состояние такое удовлетворительное, вполне даже где-то привлекательное. Особенно мне понравилась у них маркировка. Лазерная маркировочка такая прямо у нас ударная. Мы у них лазером циферки все тут прикрасили. Мне хотелось бы сказать, как вы в последние три года уходили от взаима, от туру уже, тут с вами хватит, что вы закроете. Значит, мы постоянно наращиваем применение приводов типа Бетро. И эти приводы у нас сейчас, наверное, являются основными. Пожелание такое, получить, наконец, привод тип В, Бетро, который у нас бы решил ряд проблем. Потому что у нас, если посмотреть, многие, все задвижки практически у нас перекрывают моментом 1000-1030 ньютонов на метр. Мы могли бы смело ставить Бетро, зная, что у вас, значит, на дажи крутящий момент там увеличенный и так далее. На сегодня мы ставим биюн, который 2500 ньютонов на метр дает. И как результат имеем, к сожалению, от нерадивых потребителей, то, что отрывают стойки у пугеля, пробивают тарелок они привод сильно улучшить. В принципе, у нас, если бывают какие-то вопросы по приводам Бетро, то надо сказать, что Бетро оперативно их решает. Многие станции, допустим, где мы были, в Иркутске недавно были на станциях, в Иркутске были и в Казахстане были. Там на станциях стоят в основном тульские электропривы. Вот они к ним привыкли, вот эти вот бандуры. Но они же, ну они же как их? Вот он закрыл его, а потом ручечкой докручивает его. Потому что крутящего момента там он не дает, никакого дожима там нету. И он своего момента, который там у него заложен, 10-х ньютонов, он его не дает. Они ему говорят, а мы по-другому никогда. А он всегда закрыл, а потом бежит, надо ручечкой докрутить его, чтобы дозакрыть. И открывать нужно. Сначала ручечку покрутить, вручную немножечко открыл, а потом кнопочку нажимает и дальше открывает. То есть, ну это не дело, это вчерашний день. Хотя я был в этом году на выставке в Москве на PCB-экспорт. Значит, там было, правда, ценники у них очень сильно выросли. У них интеллектуальные приводы. Но они все равно, все равно основа у них осталась та же самая. И мы, значит, по общим техническим требованиям на арматуру для ТЭС, значит, арматура идет, как правило, до СДУ больше 150, она класс С. Значит, но при требовании потребителя класс А мы делаем запись, что она испытана и подтверждена испытаниями обеспечения класса А. Мы обеспечиваем, у нас вся арматура выходит с нулевыми протечками. Мы для себя вот так вот установили, что по запорным клапанам, что по задвижкам нулевые протечки. То есть у нас после испытания протечки будет. То есть если требуется класс А, будет класс А. Выдано и подтвердено нашим паспортом.